По состоянию здоровья меня врачи сняли во время весогонки, мне чуть-чуть плохо стало, проблема с желудкой и температура еще. Буквально неделю назад мы здесь сидели рядом с Гогой Шамотавой и обсуждали его предстоящий бой с Валерием Хажироховым. Сейчас Валера сидит рядом со мной и, к сожалению, их бой не состоится, хотя это был один из самых ожидаемых боев на турнире СБ-89. Валера, приветствую тебя. Расскажи, что случилось, почему ты не смог выйти на бой? По состоянию здоровья меня врачи сняли во время весогонки, мне чуть-чуть плохо стало, проблема с желудкой и температура еще была. Меня врачи не допустили, меня оставалось считанные часы до взвешивания и посчитали, что лучше так будет. Получилось так. Расскажи вес, то есть ты уже сделал, просто стало плохо? Да, почти я уже весь сделал, там оставалось последние килограммы, в принципе, можно было вложиться, но врачи не допустили. Валера, расскажи, мы не застали, к сожалению, открытую тренировку, но нам все рассказывали, что ты прям, ну, был такой, руки-базуки говорили, очень много весил, больше, чем обычно. Расскажи, с какого веса ты гонял в этот раз, потому что, как я понимаю, у бойца с каждой весогонкой потом идет откат и вес еще больше увеличивается. Да, вы правильно заметили, с каждым разом у каждого бойца после весогонки вес поднимается. Я не исключение, с каждым разом я набирал плюс кило-полторы, иногда даже две. Сейчас я начинал с 73 килограммов весогонку, ну, с помощью Деты, с помощью Всевышнего я постепенно уже снижал, все по плану шло, все по воле Всевышнего. Говорил ты уже с матчмейкерами, то, что в этот раз у тебя не получилось выступить, дает ли тебе возможность выступить на московском турнире или неизвестно теперь, когда мы тебя увидим уже в клетке ACB? Ну, все зависит от того, что сейчас мне надо сделать, ну, провериться мне надо в первую очередь. Сейчас капельницы поставили вчера, то есть утром пару капельниц привели меня в чувство, как говорится, и сейчас все зависит от того, что, как я пройду обследование, все от этого зависит, они тоже меня ждут, ну, я думаю, в ближайшее время будет известно, когда я смогу выйти в актагон. Есть вероятность, что мы увидим тебя в следующий раз уже в 65 килограмм в новом весе? Я не готов сейчас ответить, честно вам скажу, наверное, если новый вес, это будет 61, да, все зависит от того, как я обследование пройду, и все от этого будет зависеть, я думаю. Я доволен всем, конечно, жалко, что бой не состоялся, все ждали, и, естественно, ну, я думаю, не последний день, в принципе, как говорится, я думаю, сожалеть не стоит ни о чем, как-то так. Валер, и последний вопрос, расскажи, если врачи скажут, что все в порядке, просто, не знаю, ты неправильно там как-то гонял вес, то в следующем бою для тебя будет принципиально, чтобы твоим соперником стал Гога, или тебе все равно, с кем драться? Честно вам скажу, для меня никакой принципиальности не было, мне бой дали, я согласился, у меня всегда так и бывает, матчмекеры мне бой дают, я соглашаюсь, если я в форме, если я без травм, и выступаю. Принципиальных боев у меня до сих пор не было, дальше я не знаю, как бы, честно скажу, вроде так. Валер, желаем тебе здоровья, поскорее выздоравливай и ждем тебя уже в клетке СБ, спасибо. Смотрите Вестник ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Друзья, еще больше интервью с лучшими российскими бойцами ММА можно найти на нашем канале. Кроме того, вас каждый день там ждут свежие новости, обзоры, инсайды, репортажи с турниров и еще много чего интересного. Так что подписывайтесь обязательно на канал Вестник ММА и не забывайте ставить лайк под каждым видосом. Ну и комментарии, если хотите нас порадовать. А еще, если вам нравится то, что мы делаем, будем рады донату на новый микрофон. Ведь тот, что так часто в кадре, не наш, а арендованный. Удачи!